Выборы в Индии в 2024 году определят, кто будет управлять страной следующие пять лет. И Наренда Моди имеет все шансы стать премьер-министром в третий раз подряд. Крупнейшее демократическое мероприятие в истории. И цифры невероятны. 10% всего населения Земли отдадут свои голоса. Сколько это? Это 968 миллионов человек. Больше, чем население США, ЕС и России вместе взятых. Они разбросаны по огромной стране. Здесь, в мегаполисе Дели, доставить бюллетень избирателям будет относительно просто. Но возможность проголосовать должен иметь каждый, где бы он ни жил в этой огромной стране. Грандиозная логистическая задача возложена на избирательную комиссию Индии, независимый орган уполномоченной Конституции. Её возглавляет Раджив Кумар. «Все смотрят на нас, на крупнейшую и старейшую демократию. Мы обязуемся провести абсолютно безупречные выборы. Абсолютно свободные и справедливые и равные». Процесс настолько сложен, что займёт 45 дней, причём в каждом штате свой график. Общественный центр в городе Нойда на севере страны станет одним из миллион избирательных участков в Индии. Скоро здесь установят кабинки для голосования. «Я рад, что участвую в подготовке к выборам. Это проявление демократии, и я вношу в неё свой вклад. Я вижу в этом служение своей стране». Он будет одним из 15 миллионов сотрудников избирательных комиссий. Это в 214 раз больше, чем вмещает стадион в Мюнхене. Они будут в ответе за участки, людские потоки и ключевой элемент – электронные машины для голосования. Их будет 5,5 миллионов – больше, чем когда-либо прежде. По законам Индии, от любого дома до избирательного участка должно быть не менее двух километров. Так что сотрудники избирательных комиссий повезут оборудование для голосования в самые отдалённые районы, например, в Гималайи. У них на пути будут узкие мосты и глубокие реки. Им придётся использовать самые разные виды транспорта. Это потребует больших затрат. По самым скромным подсчётам – более 14 миллиардов долларов. Победитель будет назван 4 июня. Результаты 17 предыдущих всеобщих выборов в демократической истории Индии ни разу не оспаривались. Но теперь оппозиция ставит под сомнение независимость избирательной комиссии, утверждая, что та поддерживает правящую партию – БДП. Возможно, в индийской политике и есть что критиковать. Но только не активность избирателей. По факту, она здесь выше, чем во многих небольших, более богатых и менее сложных демократиях. Ожидается, что в ближайшей неделе проголосуют более двух третий индийцев, имеющих право голоса.